Часть инвесторов проекта компании «Новосибирск» Строймастер и Ка, похоже, могут оказаться обманутыми дольщиками. Они покупали свои квартиры по договорам переуступки у компании «Абрис», которая работает на этой площадке в качестве подрядной организации. Но уже постфактум неожиданно застройщик предъявил свои претензии «Абрису» по объему якобы невыполненных работ. Могут ли стать заложниками этого бизнес-конфликта люди, которые не имеют к нему никакого отношения? 13 августа в апелляционной инстанции областного суда среди десятков дел к рассмотрению была назначена и жалоба ООО «Новосибирск» Строймастер Ка на решение суда Октябрьского района. Оно было вынесено в апреле этого года в пользу Махмудовой Наиле Мамед Кызы. Четыре месяца назад в суде копья ломались из-за двухкомнатной квартиры в новостройке по адресу микрорайон Закаменский, 9. Застройщиком этой площадки числится ООО «Новосибирск Строймастер Ка». Еще в июле 2018-го некая ООО «Абрис» заключила отговор об участии в долевом строительстве на ту самую квартиру. Уже 4 сентября «Абрис» уступает двушку Наиле Махмудовой. При этом подрядчик гарантирует, что квартира никому не заложена, в споре и под арестом не состоит, и обременений не имеет. Кроме того, в арсенале «Абриса» есть еще и справка от застройщика о полном произведенном расчете за квартиру. После госрегистрации сделки, казалось, надо было бы ждать только новоселье. Но вместо этого новоявленному участнику долевого строительства пришла повестка в суд. Застройщик потребовал признать договоры между «Абрисом» и Махмудовой недействительным. Аргументации для этого требования стали якобы неисполненные подрядчикам обязательства. В судебном заседании «Новосибирскстроймастер Ка» не отрицал выдачу данной справки, не оспаривал ее, подтверждал, что да, выдали, но выдали авансом, так скажем. Суд Октябрьского района иск «Новосибирскстроймастер Ка» не удовлетворил. Но мог ли этот вердикт устоять в апелляции? У меня положительные прогнозы, потому что у нас была достаточно огромная доказательственная база. Доводы сторон были полные, всесторонне исследованные. Впрочем, этот оптимистический прогноз не оправдался. Решение «Новосибирского районного суда города Новосибирска» 16 апреля 2012 года «Отменить» признание недействительного договора о структуре прав требований удовлетворить. Впереди у Наилия Махмудовой еще касация. Но почему, казалось бы, стройная договорная конструкция рассыпалась, как карточный домик? Попытка получить комментарий по свежим следам успехом не увенчалась. Пожалуйста, меня не снимайте. Это мое право на конфиденциальном месте. Вы находитесь в личном месте, на работе, так же, как и я. Да, я на работе. Но, как говорится, мы не привыкли отступать информации. В Игрюл подсказывает, что единственным владельцем Новосибирск-строймастерка является Вера Коновалова. Вера Кузьминична очень известный в регионе девелопер. Во всех тяжких она объединяет своего партнера Мусу Вельхиева. Абрис заключил договор на поставку бетона. Ровно месяц бетон шел на стройку, после этого прекратили подачу. Значит, если материал не пришел на строительную площадку и не прошел по бухгалтерии факт получения материалов, все сделки прекращаются, все вопросы к Абрису. Ну а как же та самая справка о расчете, который подмахнул директор Новосибирск-строймастерка? Ни Соловьев, ни я этим вопросом не занимаются. Занимаются органы, куда мы подали заявление о расследовании мошенничества и суды. И, по крайней мере, на сегодня половина судов все в пользу новосибирск-строймастерка. Застройщик пытается аннулировать договор с Абрисом и в арбитражном суде. Самого Вельхиева представителя Абрис к моменту выхода этого материала в эфирном найти не удалось. Директор ООО Абрис, он проживает не в городе Новосибирске, хотя регистрировали они юридическое лицо здесь на трудовой. Тот человек, который действовал по доверенности, по нашим данным возбуждалось уголовное дело, но уголовное дело до суда не дошло. Кстати, история с двушкой в Закаменской не единственная в своем роде. Точно так же по уступке с Абрисом квартиру купил и Михаил Макухин. Стоит только разница, что в первоначальный контракт подрядчик заключил СОО на Рымский квартал «Строймастер» в новостройке на Дусе Ковальчук. Квартира не имела никаких обременений, не имела ограничений, ипотек и прочих вещей. Действительно, был собственный компомент компании Абрис. Согласно справке, долгов у подрядчика перед застройщиком никаких не было. И точно так же Михаил Макухин получил исковое заявление о признании сделки недействительной. Сегодня участники сложной договорной комбинации угрожают друг другу уголовным преследованием. А суды завалены исками со взаимными претензиями. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...